Нет декларации, нет бесплатного приема. С 1 июля по такой схеме будут работать терапевты, педиатры и семейные врачи. Платить за первичную помощь будет государство. Для этого создали национальную службу здоровья с бюджетом более 8 миллиардов гривен. День медика, который отмечает сегодня, Ксения Барвиненко выяснила у врачей, как им работается в условиях медреформы. Медреформа работает уже почти полгода. За это время вопросов к Минздраву появляется все больше. Не хватает ни квалифицированных врачей, ни денег на лечение больных. Доктора сетуют, медреформа разрабатывалась в спешке. В первую очередь украинцам нужно выбрать семейного врача. Объективной информации о квалификации медиков отсутствует, поэтому пациент будет полагаться либо в лучшем случае на собственный опыт, или в худшем на чужие советы или на недостоверную рекламу. К тому же на подготовку таких врачей нужны годы. Лет сто назад, может быть, как-то можно было вмещать земскому врачу те знания, которые существовали. Сейчас, поверьте мне, я терапевт по специальности, и считаю, что терапии и то это очень много. Очень много. Колоссальное количество современных методов исследования, 30-40 лет назад, препараты были практически одни и те же, что твоя мать лечила этими препаратами, что ты, молодой доктор, начинал их, или уже помня на слух, то сейчас уже то, что ты 5 лет назначал, устарело. Да и необходимость такой специализации вызывает у врачей много вопросов. Одно дело в огромных областях, там, Прерии, Австралия. Но Украина настолько густо вся населена, и у нее была хорошая структура, в принципе. Центральная районная больница, опорная, областная больница, диспансеры областные. И оно все между собой было связано. Это все рушится. Что касается сельской медицины, специалисты уверены, с такими нововведениями в селах скоро не останется не то, что больница, даже местных амбулаторий. Там идет только закрытие. Все села скидают в одну связку, и человеку нужно добираться по 3-4 часа, чтобы ему дали помощь. Швидка, при тех дорогах, которые у нас есть, она просто не приедет. Просто закрываются мелкие больницы, и говорится, будете ездить в Винницу, будете ездить в Полтаву. Вот и все решение вопроса. Сейчас это просто закрывается, и на их месте, вроде бы так вот по идее, должны открываться амбулатории вот эти семейные. Но зачастую они же не открываются. Кроме того, остается возможность для манипуляции. Опасения вызывают то, что руководство больниц будет самостоятельно распределять средства между медицинскими и немедицинскими работниками. Откладывая определенную часть и на финансирование диагностики, лабораторных исследований, прививок, капельниц и прочих процедур. По словам самих врачей, здесь есть простор для коррупции, ведь механизм контроля за подобным распределением средств до конца не выписан. Ксения Барвиненко, Владимир Самченко. Подробности телеканал Интер. Продолжение следует...